здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня свяжем вот такую интересную балаклаву крючком и спицами раппорт узора 10 петель и высоту раппорт 10 рядов узор очень-очень простой все ряды повторяются и меняется только один ряд пряжи убрала народную это полушерсть здесь 30 процентов шерсти 70 процентов акрила 100 граммах 220 метров и так я набрала 32 петли и вяжу первый установочный ряд его я назову нулевым просто провяжу все петли изнаночными первую петлю снимаю последнюю провязываю изнаночной петлей переходим к первому ряду узора и так снимаю кромочную петлю далее изнаночная петля 2 лицевые 4 изнаночные 1 2 3 4 2 лицевые петли и изнаночные петли и изнаночные петли вот мы провязали 1 раппорт узора я таких раппортов буду вязать 3 здесь снова второй раппорт изнаночные 2 лицевых 4 изнаночных 2 3 4 2 лицевых и изнаночная петля и изнаночная петля мы провязали 2 раппорт и останется еще такой же 3 раппорт узора изнаночная петля 2 лицевых петли 4 изнаночных 1 2 3 4 2 лицевых петли изнаночная петля и последнюю провяжу изнаночной 1 3 5 7 ряды будем вязать аналогично теперь четный ряд второй ряд узора и все четные ряды будем вязать одинаково снимаем первую петлю лицевая петля 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 провязали лицевая и будем провязывать следующий раппорт провязали вот лицевую далее 8 изнаночных 3 4 5 6 7 8 провязали 8 изнаночных далее у нас по рисунку 2 лицевые провязываем их лицевыми далее 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 провязали 8 изнаночных у нас остается 1 лицевая последнюю петлю провяжу изнаночной все четные ряды узора будем вязать одинаково вот мы провязали с 1 по 8 ряд раппорта узора здесь все ряды четные нечетные вязались одинаково теперь девятый ряд здесь мы будем перекрещивать петли первую петлю снимаю изнаночная петля теперь беру вспомогательную спицу снимаю две петли и оставляю их перед работой сняла две петли и оставила перед работой далее две петли лицевые с левой спицы и теперь провязываю лицевыми 2 снятые петли на вспомогательной спице 1 лицевая петля 2 лицевая петля провязали далее снова перекрещиваем петля снимаю две петли и с левой спицы на вспомогательную оставляю их за работой оставили провязали с левой спицы теперь две лицевые петли 1 лицевая 2 лицевая петля провязали далее со вспомогательной спицы провяжем две петли лицевыми 1 лицевая петля 2 лицевая провязали и далее по рисунку у нас 2 изнаночные 1 изнаночная петля 2 все переходим к следующему рапорту 2 раппорт мы уже начали снова берем вспомогательную спицу 2 петли переносим на вспомогательную оставляем перед работой далее провязываю 2 лицевые 1 2 а теперь провяжу лицевыми 2 петли со вспомогательной спицы 1 лицевая и 2 лицевая петля провязали перекрещиваем петли снова снимаю 2 петли на вспомогательную спицу оставляю их за работой провяжу с левой спицы 2 лицевые 1 лицевая 2 лицевая петля а теперь провяжу лицевыми 2 петли со вспомогательной спицы 1 лицевая и 2 лицевая петля далее 2 изнаночные по рисунку и снова перекрещиваем петли на вспомогательную спицу снимаю 2 петли оставляю их перед работой провяжу 2 лицевые с левой спицы 1 лицевая 2 лицевая петля далее провяжу лицевыми 2 петли лицевыми со вспомогательной спицы 1 2 снова берем вспомогательную спицу снимаем 2 петли и оставляем их за работой оставили теперь провяжем с левой спицы 2 лицевые 1 лицевая 2 лицевая петля провязали и теперь провяжем со вспомогательной спицы 2 петли лицевыми 1 лицевая и 2 лицевая петля провязали остается у нас изнаночная петля и последняя кромочная изнаночной вот мы провязали 9 рядов узора как видите очень очень простой узор то есть 1 по 8 ряд у нас ряды повторяются меняется только 9 ряд 10 ряд вяжем также как и все четные ряды мы вязали лицевая петля далее 8 изнаночных и провязали 8 изнаночных теперь 2 лицевые петли далее 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 7 8 провязали далее 2 лицевые 1 2 провязали 8 изнаночных раз два три 4 5 6 7 8 провязали далее лицевая и последнюю про вяжем изнаночной мы провязали с первого по десятый ряд теперь узор продолжаем с первого по десятый ряд до нужной длины я вязала полосу длиной равную обхвату головы но чтобы не в натяг было немного свободно чтобы можно было в шапочку еще вшить подклад вот получилась такая полоса равная обхвату головы вот так это с изнанки выглядит вот так с лица теперь соединяю складываю лицо к лицу и соединяю столбиками без накида по заднему шву взяла крючок 4 миллиметра и соединяю эти две стороны столбиками без накида вот таким образом и так продолжаем до конца пока не сделаем весь шов вот так это будет выглядеть с лица полосу сшила вывернула на лицо шов у меня находится сзади и складываю вот так пополам я отметила маркерами спереди 20 сантиметров в нерастянутом состоянии у меня это получилось 23 петли я уже посчитала и теперь продолжаем дальше вязать манишку то есть я прикрепляюсь к передней части к одному из маркеров и справа налево буду вязать резинку наберу сейчас цепочку из 33 воздушных петель то есть как я это число получила 33 набрала петли замкнула с маркером и померила проходит ли у меня лицо туда то есть как это будет может быть у вас будет чуть больше или чуть меньшее количество петель но это подходит количеству от 50 сантиметров обхвата головы до 56 вот у меня манекен 50 и 56 сантиметров у меня обхват головы вот в принципе подходит и в том и в этом случае сейчас я набираю 33 воздушные петли и эту цепочку соединяю со вторым маркером соединительным столбиком для того чтобы мне теперь по кругу начать вязать резинку один на один буду вязать резинку рельефными столбиками здесь конечно на ваше усмотрение можете вязать и на спицах это как кому удобно я вязала крючком то есть буду вязать по кругу резинку теперь для резинки взяла крючок 3 миллиметра для взрослых размеров все-таки не 3 миллиметра если будете брать а берите три с половиной будет немножко посвободней сидеть и так вот крючком 3 миллиметра сейчас вяжу резинку один на один и первый ряд у нас идут столбики с накидом в каждую петлю основания то есть просто по кругу вяжу столбики с накидом в каждую петлю основания и так я дошла до цепочки ну и покажу просто я думаю все догадались принцип теперь в каждую петлю цепочки также провязываю столбики с накидом и вяжу до конца круга довязала до конца кругом замыкаю ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема а нет во вторую извиняюсь я же делала до 2 петли последнюю петлю подъема делаем соединительный столбик теперь снова 2 воздушные петли подъема теперь вяжу резинку из рельефных столбиков буду чередовать лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик и в последующих рядах над лицевыми буду вязать лицевые столбики а над изнаночными буду вязать изнаночные и получим резинку один на один москва я провязала уже резинку по кругу и поворотными рядами связала переднюю часть по кругу у меня получилось в высоту 9 сантиметров и высота от начала резинки до конца в передней часть получилось 19 сантиметров может быть кто-то заметил уже я вот это отверстие которое для лица я уже его обвязала своей любимой обвязкой которые обвязываю все свои изделия получается такой красивый зубчатый край вот осталось нам дно сделать и сейчас просто но для тех кто еще не знает вот покажу это обвязку на примере буду обвязывать нижнюю часть вот по всему периметру получается такая имитация рачьего шага это очень просто мы прикрепляемся теперь вводим крючок вытягиваем петлю эти две полученные петли оборачиваем рабочей нитью и провязываем их вместе следующую петлю основания вводим крючок вытягиваем петлю оборачиваем рабочей нитью эти две полученные петли и провязываем их вместе и так вяжем все по периметру делаем вот такую обвязку получается вот такой красивый законченный вид так вот что на данном этапе получилось после обвязки вот останется теперь сделать дно скользящую петлю провязала 10 столбиков с накидом теперь стягиваю нить и замыкаю ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема и приступаем к следующему ряду делаю 3 воздушные петли подъема и теперь в каждый столбик предыдущего ряда буду провязывать по два столбика с накидом таким образом в этом круге у нас получается 20 столбиков с накидом вяжем по два столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда до конца ряда мне закончим ряд соединительным столбиком так мы дошли до конца ряда заканчиваем ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема и приступаем к следующему ряду 3 воздушные петли подъема накид на крючок в этом же основании в этом же столбике провязываем лицевой рельефный столбик снова накид на крючок следующий столбик также про вяжем лицевым провязали мы провязали вот рапорт вот этого круга то есть будем чередовать обычный столбик с накидом в это же основание вот в этот же столбик провязываем лицевой рельефный провязали следующий столбик провязываем лицевым рельефным столбиком так будем чередовать один обычный столбик 2 лицевых 1 обычный 2 лицевых то сейчас вяжем обычный столбик с накидом и в это же основание провязываем лицевой рельефный следующий будет также лицевой рельефный так будем вязать до конца ряда дошли до конца ряда замыкаем ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема и приступаем к следующему ряду здесь все лицевые рельефные столбики мы будем вязать лицевыми а вот секторе из обычных столбиков мы будем столбики прибавлять по одному в каждом ряду провязали столбик с накидом обычный далее у нас идут лицевые рельефные столбики их мы провязываем без изменений 1 и 2 лицевой рельефный столбик далее у нас идет один столбик обычный с накидом из него мы вывязываем 2 1 провязали и в это же основание провязываем 2 далее у нас идут лицевые рельефные их провязываем лицевыми без изменений в каждом ряду прибавляем обычные столбики с накидом по одному каждом ряду то есть только в секторе где обычные столбики и так чередуем до конца ряда 2 лицевых рельефных столбика 2 обычных 2 лицевых 2 обычных то сделаем прибавку из одного обычного столбика предыдущего ряда провязываем 2 обычных столбика с накидом следующий ряд узора провязала уже 3 воздушные петли подъема здесь у нас будет в секторе где обычные столбики уже не 2 столбика а 3 то есть из первого столбика с накидом предыдущего ряда вывязываем 2 из следующего столбика вывязываем 1 столбик с накидом вот у нас в секторе получилось 3 столбика с накидом лицевые рельефные вяжем без изменений лицевыми рельефными столбиками 2 лицевой рельефный столбик провязали далее сектор из обычных столбиков сейчас у нас два столбика мы будем вывязывать 3 то есть из первого столбика предыдущего ряда вывязываем 2 столбика с накидом в одно основание следующий столбик следующую петлю основания мы вяжем 1 столбик обычный далее у нас снова 2 лицевых рельефных мы в каждом ряду эти лицевые рельефные вяжем без изменений петли прибавляем только в секторе где у нас обычные столбики с накидом так будем вязать до конца ряда чередовать два лицевых рельефных столбика и 3 обычных столбика с накидом то есть из первого столбика с накидом предыдущего ряда вывязываем 2 и следующего столбика с накидом предыдущего ряда вывязываем 1 столбик и так вяжем до конца ряда следующем ряду прибавлю прибавляем снова то есть продолжаем прибавки 3 воздушные петли подъема если мы в прошлом ряду прибавляли в начале то в этом ряду мы будем делать прибавки в конце сектора то сейчас провяжу 3 столбика с накидом и в это же основание сейчас сделаю прибавку то есть провяжу столбик с накидом далее у нас по рисунку идут лицевые рельефные столбики их мы провязываем лицевыми рельефными столбиками без изменений и так чередуем в этом ряду два лицевых рельефных столбика 4 обычных столбика с накидом так будем вязать до конца ряда в этом ряду прибавку делаем в конце сектора из обычных столбиков с накидом делаем прибавки сначала в начале потом в конце сектора для того чтобы у нас не было перекоса и таким образом вы прибавляете столбики в секторе из обычных столбиков с накидом до тех пор пока не достигнете нужного диаметра я вязала до диаметра равного 16 сантиметров так уже сделала я одно теперь сложила изнанку с изнанкой потому что шов я буду делать с лицевой стороны буду скреплять и сразу делать обвязку то есть так же как мы вот делали обвязку возле лица и резинку как обвязывали закрепляю нить и точно также ввожу крючок вытягиваю петлю оборачиваете две петли рабочей нитью и провязываете две петли вместе обязательно советую также как я маркерами наметить чтобы у вас дно не съезжало вот очень удобно вот так вот соединять детали и так до до конца ряда соединяем детали вот такая интересная балаклава получилось у меня творческого вдохновения и вам до новых рукодельных встреч